всем привет друзья сегодня хочу с вами нарисовать снеговичка такой как бы открыточный вариант в принципе можно я буду на акварельной бумаге рисовать и как бы можно с обратной стороны какую-нибудь подписать пожелание и подарить рисовать будем акрила акварельная бумага размер где-то вот 13 на 18 что такое на 19 примерно такой размер сюжетик такой простенький но интересненький получится сделаем для начала карандашный набросочек разместим нашего снеговичка и итак такое у нас тут прикольный на как его скейтборд да или как называется по снегу как он правильно забыла снова борт вот так значит я его хочу разместить чтобы у меня фон тоже вот был там красивый то есть не сильно маленького но и не сильно большого ну то есть где-то вот у меня будет вот тут и вот здесь наверное где-то пойдет вот сам этот сноуборд его вот примерно такой значит если у нас здесь но убор то где-то вот чуть чуть выше будет первый шарик он из двух шариков будет сделано на снеговичок шарики один над одним делаем так если это расстояние вот провести вертикаль поделить пополам тут верхняя часть у нас должна быть поменьше до голова и вот намечаю смесь смещаю я его не посередине да как бы перед лицом у нас туда смотрит перед лицом больше места как в принципе вот со снегиром я объясняла один шарик если шарики не получаются как бы за тяжело может так вот от руки приблизительно нарисовать возьмите что-нибудь кругленькая побольше поменьше нарисуйте эти шарики но я не буду прям вот их геометрически правильные такие ну то есть у нас все таки картинка я референс от оставлю внизу ну я нашла она картинка такая компьютерная какая-то мы все таки будем делать живопись так здесь у нас пойдет у него на шее шарфик тут вот так складочки сюда шарфик так вот здесь вот так вот у нас пойдет и здесь у него так мы прям посередине вот такой вот край шарфика сюда по верх свисает так один тут бахромушечка будет и там где-то за ним за ним чуть чуть ниже свисает еще одна это вот ли не как бы лишним пишу я она которая вот шершавенькая сторона на этой стороне так здесь у нас будут пуговички 1 вот здесь поменьше тут вот точечки вот так будут и 2 побольше но она не особо кругленькая да это тоже в принципе не особо кругленькая так как она там боком вот что-то такое и здесь вот так вот дырочки у пуговички дальше на голове у него шапочка вот она отсюда будет уходить вот сюда потом так вот так вот отсюда она выходит и пойдет у нас ну так по диагональке где-то сюда то есть вот так она огибает его голову шку так здесь так вот как то интересно так сейчас вот здесь то есть вот эта линия и вот это они как бы должны быть но они не параллельно это к недавно закругленная но примерно что-то такое так вот здесь такой вот прогиб как складочка и макушечка там вот чуть-чуть сильно не задирайте вот эту макушечку шапочки так она чуть-чуть там выглядывает и собственно сам бумбончик тун-тун-тун вот так вот намечу чуть-чуть что-то такое наметили так дальше носик носик вот он наш шарик до поделю его пополам и вот где-то здесь у меня будет носик почти около края небольшая вот так дуга такая вот морковочка носик веке соприкасается с крашкам шапочки чуть-чуть он выглядывает вот так вот за край так и вот здесь у нас немножечко немножечко виден глазик то есть он туда смотрит а второй глазик будет чуть-чуть повыше вот здесь такое тоже что-то типа овальчика вот все видео у нас уже взгляд он туда смотрит дальше дальше так вот хочу шарфику сюда вот так поднять ротик у него будет но вот если глазик здесь да то уголок рта где-то у него вот так смещен то есть за глазиком и краешек рта если опуститься от носа вниз где-то вот ну приблизительно сюда доходит под небольшим наклоном лишние линии стираю так дальше ручки ручки его так вот здесь то поправлю шарфик одна рука у нас выходит вот отсюда такой интересный яркий снеговик я хотела сначала другого вам показать мы увидела этого и решила что наверное мы такого напишем интересно вот такая что-то типа палочка какая-то и здесь у него варежка вот такая вот вязаная варежка так вот одна и здесь она пойдет вот так тут вот пальчик вот все одна варежка ручка и 2 у нас будет он же в полете да вот у муки как держит 2 у нас будет где-то вот здесь начинаться дальше вот так движение будет здесь изгиб сначала вниз потом изгиб потом у нас вот сюда пойдет изгиб такая вот дальше здесь вот так и вот так тут уберу тоже чтобы не путать не вас не себя то есть вот она поверху идет и здесь соответственно тоже варежка так вот так вот сюда вот так то есть сильно как бы прям один в один там идеально я не вырисовываю так здесь вот так вот она у нас побольше так как она ближе к нам естественно зрительно да побольше она вот какая-то вот такая примерно наметила и теперь сам скейт да намечаем видим что он длиной подходит аж под варежкой там так вот вот сюда там у нас будет примерно так здесь он поднимается там закругляется ну вот что то такое и сюда соответственно если провести вот так по снеговику вот можно даже так и сделать чтобы одна линия была потому что если не проведете по снеговику до начнете так где-то вымерять все равно от ошибетесь и будет неровно проведите это недолго стереть потом ну зато будет правильно вот ну у меня получается рука где-то аж вот здесь впереди скейта ну пускай так будет скейтборда да или как она сноуборда путаюсь здесь будет его толщинка вот это вот доски этой вот 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 так вот вот досуда ну вот в принципе все вот такой вот рисунок так я возьму палитру тут у меня я раньше рисовала тоже акрилом я его просто так счистила как бы этого достаточно итак возьмем красочки начинаем приступаем к самому интересному к работе с красочкой я добавлю белилки так видно там красочку не видно да вот вот так вот друзья смотрите здесь в общем я в интернете когда порылась вот не тот розовенький до захотелось если там к примеру но если будете открытку именно рисовать если там девушки до дарить вот можно в розовом варианте также он был и в сером и в сиреневом и ну то есть вот это фон и шарфик шапочка все это как бы меняется и в голубом можно если голубая шапочка шарфик там варежки до голубые фон серенький там был то есть пофантазировать можно в принципе что то смотрите доставайте все короче яркие красочки которые у вас там есть для фона я наверно возьму вот такой розовый у меня есть акрил таир роза вот такой спокойненький розовый я его наверно возьму для фона вот так ну сейчас будем фонда только наверно и чтобы его успокоить чуть-чуть я хочу чтобы у меня фон все-таки был знаете такой как не сильно яркий поспокойнее и чтобы вот эта яркость самих вот этих вот шапочки шарфика была поярче я его буду приглушать умброй натуральной так я возьму кисточку плоскую какую-нибудь синтетику так водичка тряпочка все это держим обязательно рядышком смачиваю чуть-чуть кисточку беру белилки в этот розовый делаю светлый цвет и чуть-чуть добавляю по чуть-чуть умбру делаю его поспокойнее видите такой вот тепленький он розовин когда там ну такой вот более спокойный стал цвет даже счет вот вот такой вот и у нас в края в края будет фон так вот больше темный более темный и к снеговичку нашему он будет уже приближаться как будто куда круговыми если движениями взять будет становиться светлее такой как бы градиент что-то типа я не буду прямо придерживаться как там буду смотреть чтобы мне нравилось меня устраивало и один в один не буду повторять как-то тем более там таком компьютерная какая-то обработанный рисуночек картинка мы не компьютеры да мы будем делать что-то свое вот нанесла что-то такое да потемнее здесь вот коричневый у меня уже есть дальше я начинаю двигаться посветлее чуть-чуть добавляю более светлый розовый так обхожу наш сноуборд запомнила вроде чуть-чуть прохожу по на темный захожу чтобы как бы что-то типа плавного перехода получить так вот здесь захожу на бубончик слегка ничего страшного на шапочку то потом сверху все это прорисуем как бы это ничего страшного акрил это позволяет сделать все равно как то вот хочется обойти чтобы поаккуратнее да так было так вот потихонечку заполняем как у вас напишите новогоднее настроение чувствуется новый год все уже готовы наряды себе купили так посветлее еще вот сюда я делаю пока такого цвет закрываю но потом прям около него я уже в этот розовый добавлю белилки вокруг сделаю еще посветлее так и вот здесь закрываем так и вот здесь не забываем так тут варежку обойду здесь кусочек маленький и теперь вот я беру белилки прям побольше побольше белилок и вот здесь около лица как ну как бы лица до делаю посветлее есть чуть-чуть втираю как по такими крестообразными движениями акрил быстро подсыхает тем более на бумаге да но нас впитывает быстро поэтому какие-то такие сильно прям мягкие растушевки не получается делать нет ну можно конечно у нас такой упрощенный вариант мы не будем с этим заморачиваться вот так вот здесь добавлю тоже много более таких светлых оттеночков вот тут можно чуть-чуть и так вот движение как бы показать кисточка почти полусухая так вот на ней там чуть-чуть краски есть она ведь и такими легкими легкими дымчатыми масочками остается то есть много краски там нет вот так да я думаю достаточно промываю кисточку теперь нам надо сделать вот эти вот там шарики снеговика здесь я возьму так наверное добавлю сейчас себе даже не буду ничего добавлять этими же красочками сделала возьму умбру возьму белила то есть делаем примерно тот же замес только ну как бы немножко наоборот да там мы делали белила розовый чуть-чуть умбра добавляли а здесь наоборот белила умбра и чуть-чуть розового так правильно сказала нет в общем поняли да сначала мы белила с розовый умбру добавляли теперь белила с умбра и розовый добавляем вот такой получается кремовый оттеночек вот это у нас будет вот здесь вот его нижний нижний шарик в тени так и здесь то же самое теперь сюда больше белил такой тепленьких оттенков снеговичок по этой бахроме пока прохожу то есть мою потом сверху лучше прорисуем и вот светлым я постепенно вот так от светлого в темное еду 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 вот по форме шарика как бы такой мягкий переход здесь тоже вот светленький народ не обращаю внимание потом я его прорисуем и вот так пошли пошли в темное потихоньку потихоньку теперь беру чистые белилки так сейчас кисточку просто протерла беру белилки это же начиная вот от светлого и как бы сюда вот в темная еду еду делаю этот переход постепенно добавляю такой вот яркости участник здесь на свету захотелось прям больше такой вот пастозности добавить красочки свет у нас хоть и акриловая хоть масляная живопись свет у нас любит краску у пастозно вот здесь но опять таки помните что как бы у нас в принципе он такой больше декоративный нежели что-то такое реалистичная да поэтому насладитесь процессом так и вот здесь на щечке я у него вижу легкую зеленцу зеленцу я посмотрела зеленый цвет у меня что-то такого прям прям ярко зеленого нет поэтому я возьму веридоновую и наверное ее смешаю с капелькой лимонки так подай вот кстати классно тоже наверно будет что-нибудь такое желтенькое нарисовать вот он в принципе с веридонкой получается такой яркий зеленый и вот здесь щечка вот тут ротик у нас да вот тут тут легкая легкая такая зеленца прям капельку краски это зеленоватое взяла и вот у нас у людей до щечки розовые на морозе зелененькие вот такой вот сказочный он у нас вот так чуть-чуть так вот показала протерла так тут я что-то перестаралась далеко узла зеленцуют вот так пока такое все кажется бледненькая да пока нет каких-то контрастных цветов так дальше что мы сделаем еще зелененького такого нет давайте я наверно возьму кисточку поменьше тоже возьму синтетику ну вот такую вот кругленькую вот и когда смачиваешь у нее кругленький острый кончик получается так я наверно знаете еще что до тоненькой кисточки в наш сноуборд он тоже такой пока краска не засохла розовый коричневый но умбра такого тоже оттеночка вот я его закрою таким даже коричневого наверное еще побольше чтоб он от снеговика как-то отличался и от фона пока вот закрываю тут он под снегами под снеговиком тень но я пока закрываю все одним цветом чуть-чуть захожу на варежку смочила кисточку немножко здесь впереди сделать чуть-чуть побольше розового поярче так здесь такое закругление впереди так вот краешком кисточки провожу выравниваю чуть-чуть этот край так теперь беру белилки сюда добавляю больше белилок вот здесь у нас он посветлее как бы от края и вот сюда так что там не хочет давайте возьму просто белилки розовый посветлее коричневый уже подмешается так нанесла чуть-чуть протерла и вот границу вот так туда-сюда туда-сюда как бы сделала плавный переход и немножечко немножечко вот тут у нас что-то там протерла и опять таки вот так туда-сюда туда-сюда растерла вот здесь чуть-чуть чуть-чуть света добавлю вот а под снеговиком прям вот коричневый возьму где-то вот здесь и вот так у нас будет расходиться тень об тоже что-то типа повторяет шарик до вот так вот темненько-темненько красочка идет сухенько и конечно же мы помним что тень у нас не имеет четких границ поэтому мы кисточку промываем и вот она влажненькая я смягчаю так что она у меня раздвоилась смягчаю вот эту вот границу нанесу верну что там двоится какая-то кисточка странная так и смягчаю границу тут чуть-чуть добавляю ну что-то такое получилось так возьму добавлю черного 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 вот возьму кисточка чуть-чуть вот так себе у меня он такой вот в баночке от фирмы луч вот черная вроде бы ничего у них а взяла набор как-то вам снимала мастер-класс но поняла что это ужас ужасно они акрил и в общем выкладывать я его не буду так ведет себя как-то во-первых очень очень жидкий черная более такое вот под ним потемнее прокладываю ведет себя как-то странно мало того что он жидки когда захотела я смешать натуральный да вот фиолетовый оттенок синий с красным он мне выдал вообще какой-то темно-зеленый как бы если бы я смешивала вот как я люблю до на голубую фице и вот с каким-нибудь коричневым и получается мне такой глубокий зеленый цвет то с этим у меня получилось вообще что-то непонятное вместо фиолетового этот зеленый как-то вообще неожиданно и то есть я его отдала дочке беру рисуй а черный он принципе такой ничего так прорисую ручки сейчас наверное этой же плоской или можно в принципе если кому неудобно взять более тонкую кисточку так желтый желтый веридоновая у меня здесь тоже как бы посмотрите у кого чего есть такой зелененький веселенький есть берите его вот так одна ручка вот здесь 2 разной толщины тоже у нас веточка до веточки ручки но не такие вот зелененькие можете и коричневые сделать если не хотите такого что-то очень яркое так протираю беру чистый желтенький кое-где вот я прям ватру в зеленый что он тоже зазеленит сейчас чистый желтый но будет уже зелененький посветлее так вот кое-где и вот сейчас уже наверное все таки возьму более тонкую кисточку потому что носик мне будет неудобно рисовать плоской квадратной ты делаю яркий такой зелененький и закрываю носик можно чтобы детки нарисовали такую работу они же не любят крытки дарить своими руками вот такой носик и вот темно зелененьким я возьму внизу откину его тоже что-то типа плавного перехода куда сразу нас поведу поведу внизу оттенила и чистым зеленым можно также вот тут по ручкам оттенить по низу где еще вот здесь в варежку куда где уходит там тоже может быть теневая вот здесь что-то типа локоточка здесь немножко здесь вот изгиб такой здесь тоже по низу чуть-чуть тут чуть приблизительно то есть не надо там вот прям так идеально вот тут сделаю еще об вот так так теперь вот этим же коричнево-розовым таким вот цветом на варежках я вот эти вот штучки резиночка да там на варежках здесь я уже подбираю оттеночек чтобы он такой вот но с фоном не сливался фонта тоже розовый чтобы был заметен можно чуть-чуть желтенького добавить в этот оттенок будет чуть потеплее и уже будет как бы на отличие да и эту тоже таким же цветом сразу потому что но чтобы он не успел под подсохнуть акрил вот нарисовали таким цветом и кое-где тоже вот берут белый и втираю его в этот оттенок и кое-где добавим ну что-то типа светлых участков вдобавок мы этим усложняем да как бы работа на так поинтереснее становится смотреть на нее добавляю на желтенький коричневого делаю потемнее так еще чуть-чуть вот здесь у нас будет темный участок вот так вот пойдет так вот здесь немножко будет так вот темненько тут промываю кисточку беру белилки и да вот эту капельку розового но такого должен быть принципе белая но слегка слегка такой подкрашенный розовым я сделаю вот этим цветом толщинку вот тут на сноуборге тоже не хочу ее выцеливаться друзья делать прям идеально по всей длине одинаковую толщину стараюсь конечно приблизительно но вот где-то она будет толще где-то тоньше и бог с ней то есть так мне кажется будет это интереснее плюс-минус там сильно руля вот такая промывали кисточку и сейчас я наверное добавлю себе вот такой вот у меня есть и красно-фиолетовая от гаммы я хочу таким вот прям ярким цветом сделать ему шарфик варежки шапочку но тоже чуть-чуть с белилками то есть не совсем таким прям делаю пока такое что-то типа среднего оттенка добавлю немножко коричневого чтобы успокоить и вот этим средним тоном я закрою ему шапочку раз вот так здесь аккуратненько подхожу вот здесь вот так заполняем так еще белилок чуть-чуть коричневинки здесь вот мазочки вот так на нашу вертикально по шапочке сначала обвела да как вот удобно так этот же цвет вот сюда на бумбончик края делайте такие вот на специально неровные чтобы бубончик был пушистый коричневинка с этим розовым вот сюда вот вовнутрь потемнее пока добавляю теперь больше больше белилок вот здесь еще больше вот это вот маленький кусочек который там торчит макушечка он должен быть посветлее чем бубон и вот ну сама вот это резинка шляпки дальше варежки тоже варежки одна пальчик так я уже в желтую влезла так и вот это тоже так вот одна и пальчик вот так и теперь я возьму чистый белый шарфик чуть попозже пока у нас не высох этот вот здесь у нас такая вот более светлая варежка протираю как будут изгиб до его ручки посветлее здесь белилки беру чуть-чуть совсем вот здесь чуть-чуть добавлю более светлого и ватру и также здесь у нас светлые участки вот здесь вот здесь и чуть-чуть вот тут по пальчику и вот так его втаптываю в розовенький если хочется еще посветлее то есть берем еще только понемножку краски вытираю и вот так вот втаптываю постепенно вот так вот теперь шляпку здесь я сделаю вот так вот намек на вязку тоже не буду ничего там никаких прорисовывать прям вот там вязаных вот этих как он узор этот ничего такого не буду делать единственное вот покажу так много вот эти вот ну вот так вот полосочки 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 вот так на шапочке и сюда они у нас должны в тень уходить вот так нанесла до кисть протерла и вот так вот растираю растираю что-то типа такое полосатенькая получилось розовый коричневый вот с этой стороны потемнее вот так уже что-то какой-то объем дальше берем прорисуем шарфик шарфик так коричневые в принципе если вы не хотите вот хочется вам прям такого яркого шарфика но не успокаивать да именно коричневым коричневым цветом то рисуйте пожалуйста 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 рисуйте ярким это ничего не запрещено главное чтобы вам нравилось до чтобы вы получили удовольствие от этого рисование так и вот здесь у нас так вот он изгибается да чуть чуть выше и вот сюда пойдет одна висит тоже вот как он свисает так по его форме я и спускаюсь без бахромы пока так прорисовала промыла чуть-чуть кисточку беру коричневый вот здесь так не берется чего-то вот здесь теневую проложу тень падает плюс у нас как бы да разделяем один от другого чтобы не сливалась вот так чуть-чуть нанесла кисточку протерла и вот так вот как бы ее растушевала растянула вот здесь добавим тенюшечки опять-таки аккуратненько немножко немножко беру коричневого и втаптываю его в розовый он становится у нас такой темно-розовый черный не надо брать для теней потому что но это будет не ярко это будет мрачно вот здесь оттеняем прям вот краешек краешек кисточки я в краску окунаю так друзья мои теперь смотрите шарфик у нас он объемный да чтобы показать что он не плоско на нем сидит а объемный вот здесь под низом мы проложим тенюшечку нанесла тонкую полосочку и опять таки ее так вот подрастушую чуть-чуть подрасти но как бы теневая на самый-самый кончик набираю вот сюда тоже нанесла быстренько протерла и вот что-то вот так вот подрастянулась чуть-чуть смочу вот так и вот здесь я наверное добавлю вот так от этого шарфика тенюшечка падает а вот здесь чуть-чуть добавлю и теперь беру розовый кисточку так как бы приминаю с одной с другой стороны чтобы плоский краешек получился и такими вот вертикальными мазочками покороче подлиннее дали намек на бахрому какую-то здесь я сделаю посветлее возьму розовый для чего для того чтобы он у нас был виден на вот этом розовом шарфике вот так чуть-чуть коричневый где-то там между ними можно положить более темных так белилки розовый вот и по шарфику тоже беру вот эти вот светлый розовый даже на носке белила возьму аккуратненько так раз еле-еле касаясь движения легкие то есть смотрите если вы хотите нанести мазочек какой-то воздушный то есть ну поэтому и ну как минимум каких-то нажимов то есть очень-очень аккуратненько и красочки естественно мало вот у меня видите нет никакой класс для кляксы она только вот подпачканная слегка слегка и вот легким движением я снимаю его так вот и получается такая еще фактура бумаги тоже дает свой какой-то красивый эффект такой вот она крупинками очень получается интересно так вот здесь еще я хочу прям краешком кисточки легонечко легонечко какую-то вот эту полосочек добавить вот так и бумбончик теперь соответственно также делаю плоско более светлый розовый приминаю и вот как бы солнышко мы рисовали да вот так вот в разные стороны я вот коротенькими мазочками начиная с края и двигаюсь к середине бубона да вот где он у нас крепится к шапочке вот такими вот движениями я очень белый вот так вот эти вот пушистость этого бубончика показываю вот так мне нравится теперь нам надо прорисовать пуговички ротик глазки берем черный цвет прям вот на краешек я набираю черный цвет и сделаю глазки вот там вот таким уголю чик вот здесь маленький ротик у нас там дальше чуть чуть дальше глазика на вот так вот оп и вот он нам улыбается так здесь потолще линия потом приподымаюсь чуть-чуть кисточку здесь потоньше сделала вот такой ротик и пуговички сейчас я закрашу их пока полностью прям полностью черным цветом дырочки эти все у пуговички мы потом сделаем так одна и вторая покрупнее крупнее вот так вот такие пуговички теперь я беру чуть-чуть прям на самый-самый краешек белилки и сделаем нашему снеговичку бличочки раз и вот тут об маленькие точечки чуть-чуть оживили его да так собираю кисточку опять тонкий кончик смачиваю его и на пуговичках мы сделаем вот эти вот точечки раз так еще черный не подсох поэтому можно подождать него также сделаем раз-две и еще две а здесь вот так в другом направлении пускай они будут так интереснее так протираю вот кисточка ведь и краешек чуть-чуть испачкан в белый и вот здесь поэтому краю ну сырая красочка еще конечно надо подождать набирает чуть чуть больше и вот здесь толщинку пуговички ты покажу так одна и тут вторая так тогда я по-другому поступлю нанесу побольше а потом просто в чёрный ватру его туда получился такой дымчатый серым то есть такую толщинку показать так и теперь давайте украсим фон вокруг снеговичка в оригинале там прям такие искорки какие-то но я возьму для этого щетинку веерную смотрите есть щетинки которые довольно таки они плотно до ворса прям найдите кисточку пускай не веерная пускай щетинка какая-то либо может у вас какая-то прореженная есть вот что-то более жидкое видите прямо одна от одной отходят они ворсинки и вот набираю белилки вот такими вот пристукиваниями сейчас чтобы видно было видно не видно чтобы вот сами ворсиночки были в красочке испачканы и вот я что-то типа ну тоже таких узоров но какими-то такими завитулечками что-то создам похожие как вариант можно закрыть чем-то снеговичка и просто побрызгать к примеру но вот жиденько да и вот так вот пальчиком побрызгать сделать так вот есть что-то такое вот нанесу то есть какие-то красивые создаю морозные узора чтобы фон не был настолько просто розовым да и скучно так здесь прям уголочком кисточки где-то более пастузные музычки оставлю чтобы они были такие более яркие так где-нибудь вот здесь тоже здесь уже я смотрю больше по своей работе да как у меня расположен снеговичок где мне надо нанести да где не надо потому как мы не делали прям точную копию то есть заполняю чтобы как можно интереснее фон был так здесь что-то вот такая как завитулечка вот создаю красивую более-менее ровную что-то такое форма так вот здесь я наверно еще вот так тут добавлю так здесь вот прям под скейтом вот так вот идет здесь я могу также повторить примерно как там напоминает что-то как потом по по снегу да по сугробу так прям летит на этом сноуборда скейте я забываю мы простите постить не обращайте внимание вы все равно понимаете да о чем я так вот здесь тоже так как волна что ли так и вот так уголочком здесь более такое тоненькое что-то вот здесь более тоненькая здесь уже там непонятно что просто так насыпем снежка и вот здесь мне что-то хочется чего-то 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 не знаю как бы сделать давайте тоже какой-нибудь вот отсюда вот так поведу завитульку какую-нибудь вот такую вот что-то такое получилось в принципе можно и вот взять про что я говорила да вот акрил с водичкой и вот аккуратненько так вот побрызгать какого-то снежка добавить вот как бы да такие снежинки отдельные на сноуборде получились появились так ну все я кисточки все промываю и сейчас я вот этот скотч буду наверное на паузу нажму чтоб вам не жужжать скотча малярный хорошо отклеивать сушить феном и потихонечку его отклеивать чтобы он бумагу не рвал это я сейчас и сделаю я убираю палитру вот у меня обычный обычный фен и друзья здесь будет без звука но я так в ускоренном варианте вам просто покажу как это делать ну вот таким вот движением да понятно поднимаем как бы чуть-чуть малярный скотч и под него дуем и он то есть снимается вообще не рвёт бумагу наконец таки я научилась друзья ну вот тем же самым образом я сняла весь скотч прогревала феном вот нигде ничего не оторвалось то есть все замечательно и вот так смотрится единственно вот здесь не ровно приклеила то есть как бы вот такой снеговичок получился то здесь можно при желании там если вы открыточный вариант открыточку такую будете делать да можно где-нибудь там красивым почерком там с новым голодом написать там что-то такое вот каких-то можно снежинок конкретных прорисовать там уже более четких не точечками да вот именно взять там какие-нибудь где-то добавить снежиночки ну то есть тут уже фантазия какой у вас будет фон в принципе вообще без разницы вот а здесь уже можно написать какое-то пожелание с новым голодом что такое ну вот посмотрите поближе так вот у нас получилось витя вот здесь прям в протирочку и фактурка бумаги акварельная она так вот интересно получается на фактурной бумаге всегда даже гуашью вот я рисовала классно получается возьмите себе если есть возможность какую-нибудь бумагу такую вот интересную у меня вот это вот фактурка сейчас вам покажу альбомчик кстати вообще не дорогие я брала в леонардо вот от палаза как бархатный поцелуй у них там они разные называются и вот эта фактурка мне прям очень очень нравится она я не знаю как называется но она очень бы хотелось вам показать но вот по-моему чуть-чуть видно до фокусируется вот она такая вот ну как крупинки такие классная в общем мне нравится и гуашью на ней классно писать и вот акрила ну вот в принципе и все друзья мои ставьте пальчик вверх подписывайтесь на канал если не подписаны на этом я с вами прощаюсь до скорой встречи в новом видео пока пока пока